Здравствуйте и не пугайтесь! Ваши мониторы и телевизоры исправны. Просто вы смотрите большое интервью, в котором не будет буквально ничего лишнего, даже цвета. Только герой, только человек, который интересен нам и, надеюсь, будет интересен вам. Сегодня это Елена Буровская. Историки – это в основном ученые-мужчины, пишут они в основном о политиках, о каких-то героях и так далее, полководцах, они тоже все мужчины, и они освещают историю с такой мужской точки зрения. Поэтому захотелось как-то гармонизировать ситуацию. А у нас в XIX веке разводились, инициаторами разводов были женщины, после этого им дегтем ворота никто не мазал. А еще мы даже знаем женщин, которые сами инициировали вот эти бракоразводные процессы и даже пытались оговорить собственных мужчин, ни в чем не повинных, чтобы быть свободными. Такая династия Ромеевых, которые были крупными золотопромышленниками, так вот там дама фактически рулила этими золотыми приисками, сама, да, то есть вот как-то вела это дело. У нас есть масса примеров, когда купчихи в обход сыновей своих тоже сами вот вели дело и передавали это дело с ног. Она сейчас вобьет себе в голову, что она хочет быть сельской учительницей, сейчас она поедет туда и будет с нуля поднимать сельское начальное образование. Кошмак какой. Поэтому, конечно, отношение к таким женщинам было такое очень настороженное, скажем так. Это явно человек не очень изменяет. Не должна же женщина хотеть учиться, она замуж должна хотеть. На бал стали являться всего там 3-4 женщины хорошеньких, а все остальные вот мозг пилили своим мужьям, потому что те не могли их обеспечить необходимыми платьями и аксессуарами. Мне говорили, Лен, вот это вот все фигня, это, конечно, жутко интересно, то, что ты пишешь там, в общем, в чем ходили купцы, что они ели, да, как они разговаривают, но это все фигня. Ты сосредоточься, пожалуйста, там на приходе, на расходе, на вот этих кассовых ведомостях, да, ярмарочные все эти ведомости, пожалуйста, сведи в табличку, сколько привоза было, сколько увоза, ассортимент товаров и торговые пути, но я, конечно, все делала, думала, господи, насколько это скучно. Все, если я там получил докторскую степень, я не божитель. Я разговариваю с избранными на языке, который непонятен большинству, да, у нас там вот свои какие-то совершенно птичьи вот варианты, это, наверное, ну, не совсем правильный подход. Здравствуйте, Елена Вадимовна, спасибо вам огромное, что вы решили прийти, нашли время в женском кружку, маленьком кружке поговорить о женщинах. Здравствуйте. Вопрос, наверное, первый, почему вообще вы решили заняться изучением женской темы? Вообще про женщин как-то всегда меньше, чем про мужчин. У нас вот все историки страдают тем, что историки это в основном ученые-мужчины, пишут они в основном о политиках, каких-то героях и так далее, полководцах, они тоже все мужчины, и они освещают историю с такой мужской точки зрения, то есть вот великое, что-то глобальное, а женщины, они где-то там в стороне, пищу приготовили, рубашечку поглали, носочки белые дали, вот, и пошли таблеточку от стресса своему герою вручили. Поэтому захотелось как-то вот гармонизировать ситуацию. Ну и потом вообще сейчас женская тема, она очень популярна, вот эти споры вокруг феминизма, антифеминизма, гендерные проблемы, все очень здорово. Когда начали погружаться в тему, не было ли страха, что вообще найдется ли чего-нибудь? Или, в общем, были уверены, что на книгу наберем? Вот страха точно не было, потому что до того, как погружаться в книгу, так немножечко кусали вот похожую тему, и в архиве нашли фонд нашей Оренбургской духовной консистории, а там бракоразводные дела, и мы поняли, что даже сидя на одних бракоразводных делах, уже можно написать вот книгу точно, а еще лучше 58 сценариев, и по ним снять вот крутые Санта-Барбары. Как раз если говорить о бракоразводных делах, о бракоразводных процессах, в последнее время стал бытовать такой миф, что, в общем, скрепы-то, они были прям скрепами, и что никаких бракоразводных, собственно, дел до, собственно, 1917-го не было и быть не могло, и что вот российская семья, это было такое, что вот один раз до батюшки, а потом, собственно, до гроба. Как на самом деле вот оренбуржцы в 19-м веке разводились они, разводились? Мы когда на конференции выступали вот с этими всеми вопросами, на нас со всех сторон представители других губерний тоже смотрели удивленными глазами и говорили, как. То есть мы приходили и говорили, а у нас в 19-м веке разводились, инициаторами разводов были женщины, после этого им дегтем ворота никто не мазал, а еще мы даже знаем женщин, которые сами инициировали вот эти бракоразводные процессы и даже пытались оговорить собственных мужчин, ни в чем не повинных, вот, чтобы быть свободными. Поэтому у нас тут такая свобода нравов была, что разводы у нас в 19-м веке случались, вот, причем такие яркие, громкие, тут прям, я так полагаю, город вообще вот с замиранием сердца следил за тем, как разворачивается процесс. Вот какая может быть и история ваша, ну как, нелюбимая или любимая, но с драматургической точки зрения? У нас тут был такой купец Ванюшин, который женился на представительнице династии Деевых. Деевы у нас тут гремели, они у нас были фактически такими негласными руководителями Оренбурга, потому что очень богатое семейство, довольно разветвленное, вот. Ну и этот Ванюшин загулял, причем так, загулял весьма серьезно, у него тут где-то под городом была мельница, и вот он на этой мельнице, значит, там любовное гнежно устроил, куда возил, так сказать, профессиональных жриц любви, непрофессиональных, вот. Ну в конце концов, жене, я так полагаю, лавочка надоела, и она решила развестись, вот, ну а он ей не давал этого сделать, обвиняя ее, в свою очередь, вот во всех смертных грехах, в том, что она там со своим лечащим врачом спуталась и так далее. В общем, Эпопея это длилась 10 лет, в общем, в конце концов, развели, доказали, так сказать, его виновность, ему запретили дальнейшие все женитьбы, да, ей как бы разрешили, но, видимо, она на эти 10 лет так настрадалась, что вот она так и осталась жить со своими детьми, одна, но это вот прям бракоразводное дело, оно толстенное, то есть там же еще и свидетельство, так сказать, свидетелей приводится, поэтому это прям вот считать, вот, как любовный роман, а он сказал, а она сказал, он побледнел, она побледнела, в общем, это замечательно совершенно. Вот как раз принято считать, что, в общем, опять же, то практически до 20 века женщина без мужчины была, ну, не то чтобы недееспособной, но такая вот нечто среднее между чем-то прекрасным, чем-то ненужным и чем-то очень несамостоятельным, да, то есть... Да, 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 то есть вроде как были какие-то опекуны, что женщины не могли даже сами распоряжаться ни наследством, ни там, имением, ни вести какие-то дела, как на самом деле было? Наверное, женщины разные были, потому что вот если мы говорим о чьихах, да, у женах, вдовах, там, купцов, то они совершенно спокойно брали дело в свои руки после смерти, там, мужа, брата или еще кого-то, и его вели. У нас есть такая династия ромеевых, которые были крупными золотопромышленниками, так вот там дама фактически рулила этими золотыми приисками, сама, да, то есть вот как-то вела это дело. У нас есть масса примеров, когда купчихи в обход сыновей своих тоже сами вот вели дело, и передавали это дело снохам, а не сыновьям, но, видимо, сыновья, не знаю, может быть, да, там как-то вот не очень хорошо себя вели, может быть, на них надежды не было, а женщины, они были такие правильные, очень рациональные, и они очень хорошо справлялись. Как-то вот так, чтобы прямо над женщинами какой-то опекунский надзор устанавливали? Нет. У нас, опять же, в архиве массы дел, где мещанки вот как раз пишут о том, что мужья, например, уехали на заработки и 10 лет носа не кажут, то есть ни денег не присылают, ни сами не приезжают, а у них сама дети, престарелые родители, то есть она говорит, ну, я как-то села, подумала, да, что делать-то, ну, пошла там где-то прачкой, где-то пошить чего-то, где-то у кого-то убраться, ну, вот как-то они из этой ситуации выходили, то есть женщины у нас совершенно рациональные и способны к выживанию, они у нас такой спецназ. На самом деле, да. А вообще, если говорить о женском образовании, то да, в конце 19 века как бы вот стукнула женщинам такая идея, да, чуть мы без образования сидим, они научиться ли нам, и они так вот массово пошли учиться, то есть тут женские гимназии открылись, Николаевское училище выше, типа как института, но, знаете, это так вот воспринималось достаточно долго, как блажь такая, господи, ну, типа, хочет учиться, ну, пусть, вот чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, пусть учится. То есть не особенно это как-то поощрялось? В обществе нет, потому что всё-таки женское предназначение, женская задача, ну, это скорее семья, да, а сейчас вот женщина выучится, она же захочет ещё самореализоваться, она же не просто так выучилась, чтобы там почитывать романы, да, нет, она же захочет вот эти все свои знания дальше применить, а это всё, то есть женщина потеряна для семьи, потому что она дальше там в работу, она сейчас вобьёт себе в голову, что она хочет быть сельской учительницей, сейчас она поедет туда и будет с нуля поднимать сельское начальное образование. Кошмак какой. Поэтому, конечно, отношение к таким женщинам было такое очень, да, вот, настороженное, скажем так, да, а с чего бы это вдруг, вот, ей в голову пришло учиться. Ну, ладно, там ещё начальное обучение, бог с ней читать, писать умеет, и хорошо. А так вот, чтобы она прямо вот в институт пошла, но это явно человек не очень вменяемый. Не должна же женщина хотеть учиться, она замуж должна хотеть. Какая прелесть. Как раз про замуж и ещё один миф или не миф, да, что, в общем, женщины не сами решали зачастую, за кого идти замуж, а их всё-таки выдавали замуж по каким-то вещам, там, конъюнктурным, финансовым, там, по договорённостям родителей. Или это опять же миф? Или в зависимости от сословия? Как вот? Даже, наверное, не от сословий, а от ситуации. То есть, конечно, браки по любви однозначно были, потому что, ну, как-то всё-таки к 19 веку уже стало понятно, что, ну, совсем разных людей, наверное, даже если это очень экономически выгодно, объединять не стоит. Но расчёт, вот такой рациональный подход, он, наверное, всё-таки превалировал. Ну, потому что с точки зрения, как бы, человека 19 века, взрослого, сознательного, любовь – это дело наживное, да? То есть, ну, что такое любовь? Ну, вот некая стихия, которая обуяла, вот она сегодня обуяла, а завтра она как-то вот отступила. Что делать-то дальше? А вот если с головой подойти, то есть, человек приличный, порядочный, да, с хорошей репутацией, с каким-то багажом финансовым, который сможет содержать семейство, ну, если по всем этим параметрам подходит, ну, и замечательно, да, ну, и хорошо, вот за него мы замуж и пойдём. Поэтому такие вот шлия под хвост, ах, я люблю гусара, там, Иванова, ну, наверное, это был какой-то единичный случай, потому что потом папа, он бьёт меня, вышли денег, вот. 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 Чтобы вот до такого не докатываться, лучше уже вот так, с головой подойти к этому делу. То есть, всё-таки больше было браков именно вот, ну, как, по-му, да, если не по расчёту, то по-му. Да, да. Ну, вот я ориентируюсь на свою, получается, прабабушку, да, она из такой крепкой крестьянской торговой семьи. Значит, они приехали в Оренбург, у них было три дочери и сын. Вот моя прабабушка, она была старшей. И, соответственно, вот она понимала, что ей надо как-то выйти так замуж, чтобы в случае чего помогать своим сёстрам, братьям потом. Ну, она вышла замуж за представителя купеческой фамилии, ну, потому что он мог содержать, в конце концов. Мой прадедушка, конечно, был не очень счастлив тому, что приходилось мало того, что жену содержать, так ещё и её сестёр, да, и брата. Ну, собственно, куда деваться, да, вот так. Раз уж начали об исконно женском, да, там, про дом, про семью, про то, про сё. Часто девочки – это что? Это красота, это платье, это там всякие предметы, роскоши. Оренбурженки насколько были обделены в этом плане или не были обделены? Уделяли ли вы внимания в вашем исследовании, ну, вот таким вещам? Я думаю, что проблемы были, потому что доставить в Оренбург что-либо вообще вот до того, как у нас железная дорога появилась, это была большая проблема. То есть понятно, что привозили какие-то первоочередные вещи, ну, а если это были там ленты, булавки, какие-то ткани, то это вот в 85-ю очередь, и это всё по совершенно бешеным ценам. То есть когда у нас тут Василий Алексеевич Перовский пытался балы организовать, он же с чем столкнулся, что да, он там дом благородного дворянского собрания построил, он, конечно, там его обустроил по высшему разряду, но прийти на эти балы никто не мог, потому что, ну, не в чем. Потому что женщине... Не было парадных платьев. Да, то есть женщине нужно платье, она же не может на все балы в одном и том же платье приходить. То есть если к каждому балу надо новое платьюшко, а к каждому платьицу надо ещё бирюлечки какие-нибудь, чтобы это не чешская бижутерия была, ещё прическу надо, а для этого как-то вот в Оренбурге возможностей совсем не было, поэтому Перовскому, чтобы ни в чём себе не отказывать, чтобы уж что, радовать себя, так уж радовать. Ну, пришлось ещё и женщинам там либо отрезанное платье преподносить либо готовое платье из Парижа выписывать вместе там с изумрудами, бриллиантами, рубинами. Поэтому это, конечно, была жуткая проблема. А потом, когда у нас тут железную дорогу открыли, появилась возможность что-то привозить, у нас денег не стало. Какая незадача, да? Да, то есть у нас вот всё время проблема какая-то, поэтому вот источники писали, что после того, как Перовский отъехал из Оренбурга, на бал стали являться всего там 3-4 женщины хорошеньких, а все остальные вот мозг пилили своим мужьям, потому что те не могли их обеспечить необходимыми платьями и аксессуарами. Коснулись уже этой темы, что, в общем, разница между людьми разных сословий была огромная. Если понятно, что это бесконечно большой вопрос, но всё-таки, если достаточно коротко хотя бы, то есть крестьянка, мещанка, женщины благородных каких-то, кровей купчиха, насколько по-разному они жили, насколько по-разному у них была вольница, вот этих полномочий для самореализации и самоуплощения. Тут, наверное, даже не столько вольница, сколько как бы вот вектор этой вольницы. То есть, в принципе, женщин так вот прям вот, чтобы держать в чёрном теле и угнетать, ну, наверное, смысла не было, потому что если мы говорим о крестьянке, то она пашет с утра до ночи, да, если её там сильно угнетать, она работать не сможет, то есть либо по здоровью, ну, либо просто она тоже плюнет и уйдёт, в конце концов, куда-то. То есть вот эта вот свобода крестьянская, она скорее на хозяйство, то есть вот она отвечает женщине за то, чтобы в дом был всё хорошо, если муж там куда-то на заработки уехал, чтобы поле не застаивалось и так далее. Если мы говорим о мещанке, то тоже это свобода как бы содержать себя. Ты свободна, дорогая моя, но как бы твои проблемы – это твои проблемы, решаешь сама, жили на что хочешь, да, поэтому как бы жена, она такой партнёр по жизни, то есть если в семье всё хорошо, они вдвоём эту лямку тянут, если там муж куда-то уехал на заработки, не на заработки, значит, она тогда сама дела закусила и пошла вот пахать. В купеческой семье свобода, но это вот опять же свобода предпринимательства. У них как бы с мужем могли быть совершенно разные финансы, то есть наше законодательство позволяло женщине иметь свою собственность, мужчине свою даже в браке, и она этой своей собственностью могла распоряжаться совершенно свободно, она могла открывать там своё торговое дело, свой торговый дом, пожалуйста, ей ничего не мешало, поэтому ну вот здесь. А у дворянки свобода, ну она могла уехать куда-то, она могла жить отдельно от мужа, не разводясь. Да, то есть как бы вот опять же у нас есть дела, что она там живёт где-то в Ярославле, он живёт где-то в Оренбурге, очень такая крепкая аристократическая семья, очень любят друг друга, занимаются чем хотят, поэтому ну вот, наверное, да. Когда вы решили написать книгу о женщинах, ожидали ли вы, что она, в общем, произведёт, ну фурор, давайте уж по-честному, и, в общем, войдёт в всевозможные шот-листы, если так можно выразиться, даже на федеральном уровне. Хотя, казалось бы, книга, ну в общем-то, довольно научная такая. Можно я немножко это тщеславие свою потешу? Мы вообще стараемся как бы делать то, что изначально планируется как, ну я не скажу бестселлер, да, но что-то очень такое хорошее, востребованное, интересное, потому что, прочитав много научных книжек, я вот совершенно чётко понимаю, что есть книжки интересные, но жутко научные, ты сидишь, продираешься, вот три страницы прочитал, и потом думаешь, господи, то ли я ничего не понимаю, да, то ли я автор... Это бы о себе, да, а нам-то каково? А иногда читаешь вот вроде бы научную книгу, но оторваться не можешь, потому что человек пишет нормальным человеческим языком, да, то есть вот всё понятно, ничего не надо со словарём там дальше переводить, и в общем-то очень интересное содержание, поэтому сразу мы делали установку такую, мы пишем книгу, которую со словарём читать не надо, которая вот простым, нормальным человеческим языком написана, без, опять же, да, экзистенциальных кризисов и так далее, вот, поэтому, ну, в принципе, мы предполагали. Кроме того, когда вот сидишь, работаешь с этим материалом, и подскакиваешь и говоришь там, вот бежишь куда-нибудь к родным и знакомым, говоришь, слушай, я тут такое дело нашла, тут такое творил, и сейчас расскажу, и начинаешь пересказывать, и они говорят, слушай, ты в сценарии вообще срочно. Поэтому, когда вот это всё в куче, конечно, мы предполагали, что будет жутко интересно. Когда вот вы как раз принимаете это решение, потому что вот сколько мы работаем, дай бог памяти, лет 10, наверное. Наверное, да. И я всегда восхищалась вот этим вашим умением говорить про историю так, что хочется хохотать, плакать или аплодировать, одно из двух, да. В то же самое время мы часто слышим, что, в общем, ну, историки пытаются быть очень серьёзными, как раз то, о чём вы говорите. Важно ли сейчас переместить этот вектор, сделать историю более простой, более понятной, есть ли на это запрос от читателей и зрителей, или это, ну, вот такая попытка, что мы сейчас, ребята, такой маркетинговый ход, да, ребят, вы не знаете, сейчас будет интересно, потом мы это монетизируем, и в общем и целом не только на нанотехнологии будут бабло выделять. Вообще запрос есть, потому что долгое время вот академическая наука, наука, которая сосредоточена в НИИ, наука, которая сосредоточена в университете, это было такое дело избранных. То есть вот и в обществе, и, наверное, в самой научной среде бытовало такое ощущение, что всё, если я там получил докторскую степень, я не божитель, я разговариваю с избранными на языке, который непонятен большинству, да, у нас там вот свои какие-то совершенно птичьи вот варианты, и мы даже пытаться не будем там спуститься на этот уровень, вот дорастайте до нас, дорастёте, дай вам Бог здоровья. Как мне кажется, да, вот, ну, я училась опять же в университете, мы читали все эти монографии, мы смотрели все эти научные фильмы, это, наверное, ну, не совсем правильный подход. Академическая наука, она хороша тем, что она, ну, достаточно объективна, то есть она сосредотачивает в себе какие-то действительно реальные факты, она рассказывает о том, что есть на самом деле, да, то есть там нет вот этой псевдонауки, там нет каких-то фейков, там нет вот чего-то ложного и так далее, но вы же её не для себя, как бы создаёте эту академическую науку, вы же её всё-таки для людей создаёте, ну, так сделайте над собой усилия, вы расскажите людям об этой науке, чтобы они вас поняли. Соответственно, ну, вот, расхожая фраза, да, то есть если ты можешь объяснить то, чем ты занимаешься, там, пятикласснику и шестикласснику, то ты реально это понимаешь, а если ты не можешь ребёнку объяснить, чем ты занимаешься, а ты можешь только вот дискурсами, да, вот и так далее, общаться, то это, наверное, как-то не очень правильно. Поэтому, когда я начала заниматься наукой, я вот для себя решила, что, слушайте, я всё-таки адекватный человек, да, я вот разговариваю и на уровне семьи, и на уровне работы на одном и том же языке, я не меняю свой словарный запас, и книжки я также буду писать, чтобы было понятно. А вот, кстати, когда вы начинали, вас в этом решении, в этом стремлении поддерживали или, в общем, говорили, Елена Владимировна, вот хайпуете на науке-то, хайпуете, тут вот про полководцев надо, а вы вон про всякое там... Было, ну, во-первых, с тематикой, конечно, потому что, когда вот я только начинала, то есть это были 90-е годы, да, вот заканчивал университет, поступал в аспирантуру, мне говорили, Лен, вот это вот всё фигня, это, конечно, жутко интересно, то, что ты пишешь там, в общем, ходили купцы, что они ели, да, как они разговаривали, ну, это всё фигня. Ты сосредоточься, пожалуйста, там на приходе, на расходе, на вот этих кассовых ведомостях, да, ярмарочные все эти ведомости, пожалуйста, сведи в табличку, сколько привоза было, сколько увоза, ассортимент товаров и торговые пути. Ну, я, конечно, это всё делала, думала, господи, насколько это скучно, да, вот я умирала просто. Поэтому, когда пришло время писать там докторскую, я сказала так, вот то, что было фигнёй, я сделаю ядром своей диссертации, буду писать вокруг вот этой фигни вот максимально всё, что я соберу. Хотя 90-е годы, это, конечно, время, когда вот эта вот вся история повседневности, она вообще за науку не считалась. То есть, типа, серьёзные учёные, они занимаются политикой, они занимаются экономикой, да, вот это всё, ну, это так, около всяческих бред, который вы, конечно, там можете у себя на посиделках научных где-то там рассказывать, но научного внимания это не стоит. Казал бы, пожалуйста. А не было вот такого момента, ну, то есть, может быть, какого-то внутреннего страха, да, что, да, мне интересно это, да, я чувствую, что это будет интересно людям, но не дадут ли мне сейчас, ну, то есть, по шапке, по рукам, по докторской, по карьере, да, то есть, вот именно вот эти, как страверы от истории. Тут, наверное, мне очень повезло с моим научным консультантом. В докторской у меня была Таис Михайловна Китанина, её уже, к сожалению, с нами нет, но это потрясающая совершенно женщина была, она питерский учёный, и хотя она занималась экономикой, она известна вот в мире и в России именно как историк-экономист, у неё куча монографий. Она, когда я к ней приходила, говорит, Таис Михайловна, вот я тут написала, посмотрите, пожалуйста, вдруг абсолютнейший бред. Она говорила, Леночка, деточка, я же к тому времени был за 80, то есть, она уже была очень такой мудрый взрослый человек. Леночка, ты пишешь докторскую. Ещё с кандидатской тебе кто-то что-то может сказать. А вот когда ты пишешь докторскую, Леночка, это твоя тема. Ты лучше в неё разбираешься, лучше всех разбираешься в этой теме, поэтому никого не слушай. Вот пишешь, и умница, и молодец. Я знаю, что ты девочка умная, вот что бы тебе не хотелось написать, пиши, как бы это твоя точка зрения. Поэтому вот с этой мощной поддержкой, да, и как бы я, наверное, не очень стандартный учёный, да, вот как бы мне по большому счёту интереснее быть полезной людям, а не куда-то там в академике, да, чтобы вот моё имя на скрижале где-то там висело. Поэтому я подумала, ну и фиг с ним, да, ну даже если я там не буду доктором, даже если я не буду профессором, ну, по крайней мере, мне это интересно, я найду себе круг людей, которым это тоже интересно, и мы как-то будем этим заниматься, ну, может быть, вне каких-то вот академических званий. Ну, слава богу, сознание получилось, да, всё-таки профессор, поэтому, ну, наверное, адекватных людей вокруг больше, чем неадекватных. Поэтому спасибо всем огромное за поддержку. Про 90-е годы, про само решение пойти в науку, тем более в такую науку, да, то есть я думаю, что, наверное, было большое количество близких людей, которые вас от этой истории пытались отговорить или не было. Или вам говорили, что, дорогая Лена, 90-е годы, жрать нечего, тут ларьки, да, ты в истории будешь прям самое то. То есть вот был вот этот вот момент принятия решения, да, когда, может быть, ну, казалось, что оно и не очень практичное. Мне, наверное, в этом отношении повезло, то есть у меня никогда не стоял вопрос, да, вот мне нечего жрать, и я должна идти мыть посуду, или я буду заниматься тем, чем мне хочется. Вот как-то на том этапе, когда я ещё была достаточно неустойчива, вот опять же вокруг меня там была семья, знакомые, адекватные, профессуры и так далее, которые говорили, Лен, тебе интересно, да, у тебя потенциал есть, да, давай займёшься вот тем, что тебе интересно. А дальше вот ты ввяжись, дальше будет видно, ну, куда-нибудь там вырулишь, ну, в конце концов, ну, будет совсем край, ну, бросишь, да, и пойдёшь заниматься чем-нибудь ещё, что приносит больше денег. Поэтому вот как бы на этапе становления, слава богу, удалось, ну, вот как-то обрести какую-то почву под ногами, в конце концов, ну, кандидатскую защитить, да, и вот какую-то первую ступенечку, вот чтобы от неё можно было отталкиваться, дальше идти. Ну, а дальше вот уже просто, вот опять же, уделав зубы, ты начинаешь заниматься всем чем угодно, то есть 52 курса, которые ты ведёшь в разных вузах, бегаешь между университетами, да, ты хватаешься за любую работу интеллектуальную, которую тебе предлагают. Поэтому, да, конечно, то есть это не так, что вот я сидела, вела свой любимый курс и писала докторскую диссертацию. Нет, я в мыле бегала и на коленке эту диссертацию писала, но, слава богу, всех хватило, написала у нас. Про финансирование науки нельзя, наверное, не поговорить, потому что, ну, вот даже за время нашей сознательной жизни очень-очень сильно меняются приоритеты и всегда приоритет, ну, по крайней мере, вот на нашей памяти, в сторону вещей практических с точки зрения большой страны и её там больших задач, да, то там военная, то там медицина, то вот сейчас всякие эти вещи, да. И опять гуманитарные штуки, они, ну, вот как-то так... Я помню, когда мы общались с палеонтологами, они говорили, что да вы понимаете, вот мы вот кирки покупаем на гранты, да, причём часто на международные гранты, а не на российские. Ощущается ли вот этот приоритет в сторону вещей практических? И есть ли такая внутренняя, ну, как, боли у историка, что, ребят, да мы же тоже тут вообще важны и нужны? Вот как-то я сейчас ощутила, что ситуация начала немножечко меняться, да, вот меняется она, наверное, последние года три, потому что до этого прям вот техника, технология, производство, связь с бизнесом, вот туда мы всё говорили, слушайте, ну, мы никак не можем к бизнесу присовокупиться, потому что, ну, вот вообще никак. Сейчас вспомнили про гуманитариев, то есть они вспомнили, что есть там история, социология, педагогика, политология и так далее. Но, опять же, они про нас вспомнили, и я вот всё ещё сижу и думаю, а хорошо это или плохо. Может быть, было лучше, когда про нас никто не вспоминал, мы занимались тем, чем нам хочется. Пусть даже без поддержки, но как-то сами вот искали какие-то выходы. Потому что, когда про нас вспомнили, нам сразу сказали, ребят, вот мы, конечно, про вас вспомнили, но мы хотим, чтобы вы занимались вот этим, вот этим и вот этим. А это не всегда то, что нам интересно, поэтому, ну, здесь как-то вот надо находить какой-то консенсус. Вальсируем. Да, вот вальсируем красиво, вот пытаемся непринуждённо, но не всегда получается между тем, чего нужно, и между тем, чего хочется. Вопрос немного личный, да, то есть вы не просто историк, вы ещё и в какой-то мере чиновник, ну да, арендор. Да, да. А вам где интереснее, на самом деле, и вот если, ну, забежать, заглянуть на 10, на 20 лет вперёд, Елена Вадимовна Брулова сказала, она что хочет-то? То есть она хочет читать любимый курс, писать бестселлеры, хочет водить экскурсии, или хочет, в общем, возглавить, я не знаю, академическую науку где-нибудь. Вот куда хочется? Нет, хочется однозначно не возглавить, вот, потому что у меня всё время муж спрашивает, да, вот если бы у тебя была возможность, что бы ты делала, вот если бы тебе не надо было там деньги зарабатывать? Делать всё, да. Да. Я говорю, я бы сидела в архиве с утра до ночи, а ночью бы писала книги, вот, потому что это безумно интересно, то есть ты копаешь, копаешь, набираешь материалы, там какой-то бриллиант попадается, ты скачешь с утра до ночи до потолка, и потом это как-то вот красиво описываешь, потому что ещё же и графоманство куда-то там девать, писать же хочется, вот. А административная работа, ну, это как бы Родина сказала надо, комсомол ответил есть, то есть, ну вот, меня поверили, мне доверили, ну, приходится это делать, поэтому, ну, так сложилось исторически. Поэтому лет через 20 я однозначно сижу в архиве. Понимаю, что вопрос неправильный, но всё-таки я его задам, да, то есть вот Елена Ваденовна Бородская написала книгу «Женщина». Подарила имбурсам, подарила реально, совершенно прекрасный роман про Городийского. Я по-другому расследованию эту историю не назову. Чего ещё в ближайшее время, каких научных, может быть, сенсаций, прорывов, переворотов нам ждать? Мы так задумали, я надеюсь, что у нас получится заняться теперь ещё детской историей, вот тоже в плане повседневности, вот дети 19-го, начала 20-го века, как они вообще жили, как их воспитывали, чего от них хотели, какие у них были обязанности, с чем они играли, как их одевали, куда их водили. То есть вот мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось вот собрать тоже такой же бестселлер, только теперь о детской повседневности. Ну вот пока это только в таком проекте, но я надеюсь, что у нас получится. Я, Вадимовна, я очень буду ждать этой книги, потому что признаю, что книга о женщинах была куклена, зачитана, залюблена, причём читалась с хохотом, со слезами, то есть не оторваться. Я очень жду эту детскую книгу, я надеюсь, что у вас получится, я страшно благодарна вам за то, что вы пришли сегодня к нам. И в общем вот эти 35 минут было так здорово. Спасибо большое, мне всегда очень приятно общаться, я очень рада, что книга понравилась. Так что спасибо всем, кто её читает, спасибо вам, Лен, что вы меня приглашали. Спасибо. Продолжение следует...